Выбить долг любой ценой. В Алма-Атинской области судебные исполнители и полицейские объявили охоту на неплатильщиков налогов и штрафов. Некоторые задолжали государству по полтора миллиона тенге. Большинство жалуются на кризис и безработицу. Так ли это? Или долг набежал из-за нежелания платить? Выяснялась Кармен Дыбаев. Почему не известили меня? Почему под роспись не дали? Это традиционная отговорка всех неплатильщиков. Не знать о долгах в полтора миллиона тенге почти невозможно, уверяют стражу порядка. Далее, как правило, следует слезливая история о тяжелом материальном положении. При этом живут многие из таких людей в особняках. Во дворе красуются дорогостоящие джипы. Вот так, я не работаю. Сейчас позвоните мне в организацию, пожалуйста. Тем временем ряды неплатильщиков пополняют и обычные граждане, которые стали заложниками кризиса. Многих отправили в неоплачиваемый отпуск, а другие вовсе попали под сокращение. При этом такие люди от налогов, как правило, не бегут. Они безропотно подписывают акты. Но закон не преклонен. Новые нормы не дают возможности отсрочки. Действует лишь принятая ранее система поощрения, когда погасить штраф со скидкой можно в течение недели после нарушения. Она распространяется на автолюбителей. Продисмотрены административные ответственности и уголовные ответственности. То есть там идет наказание в виде штрафа. Также арест. Должник злостно уклоняется от уплаты административного штрафа. К нему применяется уголовное наказание. Метод выявления должников прямо на дорогах внедрен не так давно. Есть и такие, которые узнают о наличии штрафа прямо на обочине. Такая встряска помогает значительно увеличить госбюджет, говорят представители закона. Однако с таким положением дел согласны не все. С чем я истинный? В личном? В самих старейках. С кем? С телевизором? Только в Ильичском районе Алматинской области бюджет из-за штрафов недополучил больше 200 миллионов тенге. По республике эта цифра выше почти в 10 раз. К слову, узнать о состоянии и сумме долга за нарушения на дорогах можно на сайте МВД Республики Казахстан в специальной таблице штрафов. Оскар Мидыбаев, Ренат Фазылбаев, Информбюро 31 канал.